Эрнест Хемингуэй. 5 фактов из детства, которые повлияли на отношения с женщинами. Выдающийся американский писатель Эрнест Хемингуэй родился в семье среднего достатка в пригороде Чикаго. Его отец был врачом, а мать пыталась стать оперной певицей и после замужества отказалась от контракта, предложенного ей в Нью-Йорке Метрополитен Опера, о чем всю жизнь болезненно сожалела и постоянно упрекала мужа в том, что ради семейной жизни она пожертвовала блестящей артистической карьерой. Первым ребенком в семье Хемингуэй была девочка и Эрнесту, родившемуся год спустя, пришлось до пяти лет донашивать одежду старшей сестры, но не из-за недостатка средств, а исключительно по прихоти его матери. Следом за сыном мать родила еще троих дочерей и Эрнест рос в женском царстве. Младший брат у него родился, когда ему было уже 16 лет. Эрнест тяготился властной и недовольной мужем матерью, которая заставляла его учиться игре на биолончели, что он воспринимал как адское мучение. В 15 лет Эрнест бежал из дома, но потом все же вернулся в семью, чтобы закончить школу. В своих первых автобиографических рассказах Хемингуэй описывал сексуальные отношения юноши с девушкой-индианкой из индейской деревни, жителем которой его отец бесплатно оказывал медицинскую помощь. Однажды Эрнест присутствовал при родах и это произвело на него сильнейшее впечатление. Позже, работая репортером в газете, он часто описывал жизнь проституток. Несмотря на то, что Эрнест был высокого роста, хорошо сложен, красив и силен, в постели с женщинами, своими первыми подругами и с проститутками он вел себя неуверенно. В юности у него несколько раз были случаи временной импотенции и это очень сильно повлияло на его дальнейшие отношения с женщинами. Если вы знаете другие интересные факты из жизни Эрнеста Хемингуэя, то напишите их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо и до новых встреч!